друзья всем привет сегодня видео тема зимнего полива орхидей методом мокрых пяточек буквально недавно представляя дело делая анонс новогоднего розыгрыша орхидей показывал вот эту вот малявочку друзья орхидею которую будем в новогодний в новый год разыгрывать одну из 16 орхидей 31 декабря и значит заметили что это орхидея у меня на дне вода я сказал что это орхидея на у меня стоит на мокрых пяточках и мне и вконтакте и а в комментариях под видео стали задавать вопросы и некоторые вопросы можно так сказать даже знаете немножечко с подковыркой некоторые зрители насмотревшихся еще видео где мы дали жизнь такому методу как мокрые пяточки и термину и понятия как полив на мокрых пяточках орхидея еще в 2018 году на нашем канале и еще тогда я за этот метод а получал немало нелестных отзывов от некоторых орхоманов в том числе но с годами этот метод полива орхидеи методом мокрых пяточек увлек не то что сотни а тысячи 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 людей которые увлекаются орхидеями и нашел такое знаете очень и очень хорошее применение да потому что существенно облегчает жизнь орхомана а второе это очень нравится орхидеям и вот мне вопросы стали задавать георгий что ж ты так подсадил тысячи людей на этот метод мокрых пяточек а сам на канале перестал об этом показывать ты рассказываешь о замачивании о проливе сажаешь орхидеи в органический грунт а раньше сажал в не органику и неужели ты ушел от этого метода полива если ушел то расскажи почему значит друзья мои сегодня видео как раз о том что о поливе и о том что я не ушел от этого метода а остаюсь ярым приверженцем этого метода то что я не показываю орхидеи которые у меня на мокрых пяточках я здесь собрал несколько штук на примере которых я покажу какие у меня орхидеи на мокрых пяточках и некоторые нюансы полива этого метода а этим методом кстати можно поливать и орхидеи только куб только что купленные в магазине в магазинных посадках но есть нюансы и эти орхидеи на мокрых пяточках из магазина без пересадки могут находиться не один год и прекрасно себя чувствовать ну вот вариантов много и я сегодня о каждом варианте расскажу но еще раз хочу сказать что а этот метод он существенно облегчает мою жизнь как архамана проживающего в южном в одном из южных регионов но на не то что знаете южный и влажный нет а южный и очень и очень сухой регион и мокрые пяточки существенно мне облегчают жизнь когда я могу орхидеи оставить не на одну неделю без полива и они будут себя чувствовать прекрасно но и зимой в том числе метод мокрые пяточки прекрасно себя зарекомендовал с единственным значит нюансом о котором я рассказываю есть у нас плейлист на канале который называется зимний уход за орхидеями и вот там есть видео в котором я рассказываю как я поливаю орхидеи на мокрых пяточках зимой и вот один из важных нюансов это то что на подоконнике температура должна быть не ниже 16 17 градусов для того чтобы орхидеи могли находиться на мокрых пяточках потому что сама по себе вода при такой температуре она будет где-то на градус на 2 градуса ниже той температуры воздуха который находится на подоконнике а орхидеям комфортные условия воды и содержание корней при температуре не ниже но вот 15 14 это прям вот минимальный такой предел 15 14 градусов но это ус это ночная температура дневная должна быть немножко выше чтобы был перепад и чтобы орхидея прекрасно себя чувствовал я сейчас говорю об орхидеях фаленопсиса гибридных фаленопсисов всех тех которые увидите вот вокруг меня за моей спиной значит теперь по мокрым пяточкам каким какие у меня орхидеи находятся больше всего на мокрых пяточках то что я показываю варианты полива варианты посадки орхидеи это друзья в большей степени для тем видео да для тех кто увлекается и хочет знать о всех способах ухода за орхидеями они только о том способе который лично только мне нравится и только мне приемлем как человеку проживающим в южном в сухом регионе и так значит в первую очередь на мокрых пяточках у меня орхидеи находятся в неорганических грунтах это те которые посажены от в пеностекло в керамзит в другие неорганические грунты которые меньше всего будут подвержены например разложению или гниению вот например вообще сборная солянки а здесь орхидеи то орхидея queen queen kiss розовый розовый поцелую такой вот роскошный друзья бегалиб вот он отражает потому что а потому что он мало того что розовый он еще и такой знаете немножко а такая перламутровость есть на поверхности цветков цветочков очень такой знаете а обалденный бегалиб так вот он посажен здесь у меня вообще керамзит пеностекло и древесный уголь и вот посмотрите орхидеи находится на мокрых пяточках что такое мокрые пяточки поясню тем кто только подписался наш канал только окунается в мир увлечения орхидеями мокрые пяточки это когда значит низ орхидеи низ горшка точнее низ где посажена орхидея находится большую часть в воде то есть на пару сантиметров вот здесь у меня кашпо в кашпо стоит горшок и нижняя часть горшка на палец на 2 сантиметра находится в воде притопленная и по мере испарения воды я потом эту воду в кашпо подливаю еще на палец и она вот пока не испарится значит когда корень у орхидеи вот какой-то орхидеи вы видите сейчас пророс я значит оставляю эту воду и не подливаю пока вода не опустится допустим ниже корня есть такие орхидеи которые корни уже дорастили прям до самого дна вот например я вам сейчас показываю вот у этой орхидеи видите корни прям до дна до доросли вот и вода еще на дне у меня я не доливаю значит наблюдаю за корнями внутри горшка они должны быть зелеными если а значит корни начинают серебриться грунт начинает просыхать и видно что корень по каким-то либо причинам перестал качать воду но такое друзья бывает иногда орхидея получила стресс там допустим от пересадки или допустим от температурных каких-то резких продолжительных скачков корень бывает останавливается на несколько но не то что на несколько дней до двух недель может остановиться замкнуться и не работать вот тогда орхидеи нужно помочь нужно смочить горшок намочить чтобы корни почувствовали влагу и запустились ну либо черта брызгать стимулирующим таким бывает такое да и летом бывают аномальные жаркие дни аномально холодные дни причем даже не дни а недели и вот в такие моменты когда мы дома не следим за температурой ну это бывает когда я например уехал в другой регион в командировку либо в отпуск либо еще куда-то отдыхать тогда до орхидея получает стресс вот в мое отсутствие ну потому что они работают допустим сплит системы либо кто-то из-за моих домочадцев или тех кто присматривает за орхидеи не вовремя включил сплит систему ли набрал наоборот не выключил ее вот тогда нужно помочь до стимулирующим чем-то обрызгать либо попоить ну запустить заново процесс значит работы насосов корневых насосов вот и вот значит в от воду которую я наливаю она у меня испаряется вот до такого состояния как вот у этой орхидеи вот посмотрите здесь как раз показываю разные стадии воды то здесь уже почти орхидея выхлебала всю воду видите все 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 и вот как только эта вода она немножко совсем испарится и я не даю возможности корням просохнуть я опять налью воды вот до пальца видите низ горшка внутри чтобы пальчик покрывал низ горшка и это я вам сейчас показываю значит орхидеи которые после покупки в магазине вот именно вот эта орхидея как пример друзья что эти орхидеи они даже не пересажены а из магазинных покупок и вот эти все корни у них наросли именно после того как я их поместил на полив мокрые пяточки значит какие я помещаю орхидеи на полив мокрые пяточки это значит в первую очередь ну вот орхидеи который у нас в неорганических грунтах я показал да и те орхидеи у которых малое количество корней то есть только вот их пересадили вот например как вот это вот орхидея вот видите уровень постоянной полоса от водорослей которая зарастила постоянный уровень воды который я держу но здесь двойной горшок вот видите двойной горшок недавно тем более подлил значит здесь разделенные орхидея это желтый беглип у нас на канале а было видео в котором мы разделяли макушку от низушки вот низушку с двумя большими листьями оставили и значит эту орхидею я начал держать на мокрых пяточках как только появилась появилась детка и у этой детки маленькое количество корней и вот чтобы они больше стимулировались быстрее росли я вниз налил воду и постоянно держу влажную здесь у меня на дне дренажный слой в горшке когда мы пересаживали я оставлял керамзит на дне именно с тем замыслом что может быть полив мокрых пяточек и вот здесь будет вода для того чтобы вода стимулировала быстрейший рост у корней малявочки ну и корни естественно поперли как я не знаю как на дрожжах плюс еще орхидея выпустила цветонос желтенькая вот это обе глипч и будет цвести то есть вот такие вот орхидеи в первую очередь я помещаю на полив мокрых пяточек что еще какие орхидеи ну в принципе все орхидеи кат у которых есть значит не органические какие-то компоненты то есть 50 на 50 это могут быть значит кокосовые чипсы смешанные с керамзитом это могут быть керамзит смешанных с корой то есть полуорганические грунты грунты но вот как практика и показывает что очень хорошо орхидеи на мокрых пяточках находятся и в магазинных посадках но здесь нюанс еще раз говорю что здесь нужно чтобы именно проросли корни и сквозь горшок вот все орхидеи у которых прорастают корни сквозь дно горшка все эти орхидеи я по умолчанию перевожу на мокрые пяточки потому что смысла нету скакать с поливом постоянным замачиванием я эти орхидеи оставляю на морких на мокрых пяточках чтобы тот корень который пророс постоянно питал орхидею и вот что вам я скажу вот на заднем плане вы видите орхидеи которые половина мы из них разыграли еще оставшись половина предстоит в новый год разыграть от албуферу горизонт мы уже разыграли и вот вот это все орхидеи которые вы сейчас видите цветущие на заднем плане плюс орхидеи которые давно уже на нашем канале это вот белый беглиб а вот такой вот беглиб чик но этот у меня закрытой системе тут у помолчанию влага внутри а вот белый беглиб он растет в магазинном горшке вот он и на дне у него вода и у всех вот этих вот орхидей цветущих тоже на дне находится вода и дно притоплено водой то есть они тоже все цветущие практически орхидеи у меня тоже находятся на мокрых пяточках объясняю почему значит потому что в зимний период я уже не за не первый год наблюдаю за этим я заметил что те орхидеи которые находятся на мокрых пяточках цветущие выпускающие цветоносы бутонизирующиеся они меньше реагируют на факторы которые заставляют отсушивать бутоны те орхидеи которые находятся на мокрых пяточках они практически бутон да вообще не практически а вообще бутоны не сушат то есть когда происходит в основном то есть 50 процентах засушка тех или иных бутонов происходит от полива то есть точнее не так не от полива а ну да в тот момент когда мы еще не полили орхидею или в тот момент когда мы уже полили орхидею то есть либо до полива когда орхидея начинает подсыхать либо наоборот после полива когда слишком много воды дали вот а тем более если вдруг еще и неправильной температуры а вот когда орхидея на моменте на моменте начала роста цветоноса погружается на у меня на мокрые пяточки и вода постоянно присутствует орхидея стабильно имея доступ к влаге растит спокойно цветонос бутонизируется раскрывает цветы и очень долго эти цветы держит без каких-либо стрессов сбросов и отсушек то есть на вот еще один такой нюанс я уже я не помню когда об этом последний раз говорю но вот сейчас говорю что орхидеи цветущие зацветающие у меня в подавляющем большинстве находятся на мокрых пяточках это ну я заметил то что именно орхидея когда цветет когда у нее постоянный доступ к воде она меньше всего стрессует при поливе точнее при вот этом режиме когда мы полили в орхидеи из испаряется 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 вода корни подсыхают 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 потом где-то что-то день-два не уследили орхидеи нужна постоянная влага она раз поняла что наступила засуха нужно сбрасывать какие-то бутоны как груз груз лишний отказываться до либо потом когда мы залили водой увидели что пересушились корни залили водой слишком много воды влаги орхидея понимаешь и начался какой-то сезон дождей все равно генетика у орхидеи она от природы что-то еще осталось несмотря на то что это уже там в трехсотом поколении гибрид выращенный специально для домашних для содержания в домашних условиях все равно он реагирует на природные моменты и вот я заметил что когда постоянно орхидея на 5 питается доступ имеет к воде то она меньше всего подвержена стрессом от нехватки воды либо от избытка воды если и где-то стрессует от сушка какого-либо бутончик то это может быть как в прошлом году я рассказывал отдельная тема была сброс бутонов орхидеи на давлением до на пониженное на повышенное давление на магнитные бури тоже имеет такое место быть в общем друзья вот такие вот значит поливы нюансы орхидеи на мокрых пяточках был вопрос если у меня орхидеи есть и в количественном составе где-то примерно около половины всех моих орхидей может быть даже больше но нет сейчас где-то половину с учетом разыгранных почти 200 орхидей где-то половина орхидей у меня постоянно находятся на мокрых пяточках и в первую очередь это половина из тех из-за из этой половины это те орхидеи что в неорганических грунтах это те орхидеи что прорастили корень в дно и те орхидеи которые зацветают и находятся цветущими и орхидеи которым необходимо стимуляция наращивание дополнительного количества корней внутри горшка потому что бывает после пересадки мы пересаживаем орхидеи у нее маленько немножко корней они только сверху и вот чтобы постоянно не увлажнять этот грунт эти корни не бегать с опрыскателем когда у тебя большое количество орхидеи вот здесь выручают метод полива мокрых пяточек когда мы дно постоянно держим влажным и эта влага она стимулирует рост корней чтобы они тянулись к этой заветной влаги в общем друзья надеюсь я ответил на вопросы вот еще одна орхидея которая тоже у меня сто пятьсот лет это орхидея дастибель тоже уже четыре года она у меня в неорганическом грунте керамзит с перлитом здесь посажена уже водоросли наросли на половину эту и ничего орхидея прекрасно себя чувствует давно уже тоже надо было пересаживать она вот зацвела двумя цветоносами потихонечку ароматными вот такими вот как она пахнет друзья вот тоже вот орхидеечки в неорганических грунтах на мокрых пяточках в общем друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующих видео не забываем подписываться на канал в яндекс дзене ссылка на него в описании под этим видео на нем выходят по два видео каждый день по уходу за орхидеями ну и плюс видео о жизни шотландского веслоуха у кота мити и французской бульдожки массе все друзья всем пока если есть какие-то вопросы связанные по уходу за орхидеем пишите в комментариях под этим видео я обязательно если и не отвечу под комментарием то сниму видео на эту тему а ваш комментарий отмечу сердечком все друзья всем пока